Здравствуйте, уважаемые слушатели проекта CBG.ru. Меня зовут Татьяна. Сегодня мы с вами будем готовиться к сдаче ЕГЭ по английскому языку. Несколько слов о структуре занятий. Занятие длится 40-60 минут. Вы получаете задания и время на их решение. В чате справа вы можете писать правильный ответ и ход решения. Все задания будут разбираться. Вы всегда сможете проверить правильность своего решения. Правила комментария в чате справа. Мы ждем ваши ответы. Если вы решаете быстрее, пишите не только ответ, но и ход решения. Важно, если вы что-то не поняли, не успели или видите явную ошибку, напишите вопрос. Однако не стоит писать сообщение не по теме занятия. Любые вопросы, не касающиеся рассматриваемой темы, будут удаляться. После трех удалений сообщений, написанных не по теме, участника добавляют в черный список. Вы больше не сможете писать в чате справа. Будьте сдержаны и вежливы к другим слушателям. Спасибо! Чтобы быть в курсе следующих занятий, пожалуйста, вступайте в нашу группу ВКонтакте vk.com.cbg. А если вы пропустили какое-то занятие, вы всегда сможете посмотреть его запись на нашем канале на YouTube. На него я тоже рекомендую вам подписаться. Итак, начнем наше занятие. Сегодня мы разбираем лексику-грамматику. Перед тем, как приступить непосредственно к нашему заданию, для тех, кто только к нам присоединился или, может быть, до сих пор не разобрался, повторим некоторые принципы словообразования, то есть префиксы и суффиксы, существующие в английском языке, которые, возможно, сегодня нам понадобятся при разборе заданий. Итак, существуют отрицательные приставки. Они представлены у вас в виде таблички на экране. They, an, in, e, ab, anti, counter, dis. Представлены с примерами. Вы можете себе кратко где-то пометить на случай, если их нужно будет где-то использовать. Итак, если с отрицательными приставками, мы повторили, посмотрели. Смотрим еще такую категорию, как здесь в таблице она представлена под названием разные приставки, то есть это an, ultra, sub, ex, inter, re, mis, over, under, pre, post, co. И внизу также представлены примеры. Appear, to reappear снова появиться, to hear, mis, hear. Слышаться неправильно услышать. Также можете себе где-то пометить. Переходим к суффиксам глаголов. Они тоже нам сегодня понадобится. Здесь представлены их три. I, Z, E, E, N, E, F, Y. Также с примерами. Fals, falsify, 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 short, shorten, укорачивать, character, characterize, характеризовать. Итак, глазками пробежались. Вспомнили. Приступаем непосредственно к заданиям. Нет, не приступаем. У нас еще есть суффиксы прилагательные, которые нам, конечно, тоже сегодня понадобятся. Их тоже нам следует повторить. То есть это y, o, slates, y, able, able, al, and, and, full, ish. И внизу также представлены для вас примеры differ, different, resist, resistant, beauty, beautiful, central, central. Итак, пробежались, вспомнили. Дальше у нас пошли суффиксы существительных. Тоже очень важно. Такие суффиксы, как I, R, O, R, I, S, M, I, S, T, H, N, S, D, 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 H, N, Примеры dark darkness to address a dressy. Итак, после того, как пробежались и повторили, можем начинать непосредственно к заданию. Прочитайте переведенный ниже текст. Образуйте от слов, напечатанных заглавными буквами в конце строк, обозначенных номерами 1, 6, однокоренные слова. Так, чтобы они грамматически и лексически соответствовали содержанию текста. Заполните пропуски полученными словами. Каждый пропуск соответствует отдельному заданию из группы 1, 6. Задание номер 1. Преобразуйте, если это необходимо, слово defense, так, чтобы оно грамматически и лексически соответствовало содержанию текста. Текст, как мы видим, у нас идет про Эдинбург. У вас есть минутка на то, чтобы подумать, использовать ваши записи, если вы записывали приставки, суффиксы, куда-то себе помечали. Это вам сейчас может очень сильно пригодиться. И наша минутка пошла. Жду от вас очень вариантов. Будем разбираться. Итак, мы уже получили правильный ответ. Правильным ответом в данном задании будет являться слово defensible. defensible defensible. Итак, само по себе слово defense переводится как оборона или же защита. О чем идет речь в данном кусочке? О том, что Эдинбург один из самых знаменитых городов на Земле, о которых когда-либо писали. Он построен на древнем вулкане и впервые был общепризнан из-за его безопасности и слэш-позиции. Если там позиция, то, наверное, она какая-то. Если она какая-то, то, наверное, из слова оборонно-защита нам необходимо сделать прилагательное. Наверное, выгодное для обороны или же легко обороняемое. В данном случае как раз нам поможет суффикс, образующий прилагательное. В данном случае это будет суффикс i-b-l-e. Добавляется он к существительному оборонно-защита. Что в данном задании? Верно. Все, переходим к следующему. Преобразуйте, если это необходимо, слово practical так, чтобы оно грамматически и лексически соответствовало содержанию текста. Everyone who comes to Scotland today spends some time in this city. Такое маленькое предложение. Минуточка у вас есть. Не будем вас мучить, коль нашли правильные ответы, сошлись мнения, то, конечно, все верно. Правильным ответом в данном задании будет являться слово practically, что само по себе наречие. Так, записываем. Practically большими буквами заглавными. Итак, само по себе слово практик, практика, суффикс l, суффикс прилагательного, практический, и суффикс ly, суффикс li, это суффикс, образующий, конечно же, наречие, добавляется он к прилагательному. То есть, вот наше practical, добавился суффикс ly, получилось у нас наречие. Практически каждый, кто приезжает в Шотландию, сегодня проводит некоторое время в этом городе. Следующее задание. Вы меня очень радуете сегодня. Преобразуйте, если это необходимо, слово nation так, чтобы оно грамматически и лексически соответствовало содержанию текста. Минутка пошла, чуть-чуть посложнее здесь, наверное, будет, но я вас верю. И так, ну почти правильно. Разберемся, в чем же здесь дело, о чем идет речь в данном кусочке. О том, что Эдинбург второй по популярности, да, город Великобритании, и несложно увидеть, почему. Здесь речь идет о каком-то фестивале летнего солнцестояния. Слово nation само по себе переводится как народ, нация. National вы написали верно, это народный. Да, вот она часть нашего ответа. Вот она основа, вот он наш суффикс. Образующий прилагательное, добавляется он, обратите внимание, к существительному. Но сам по себе как-то фестиваль летнего, народный фестиваль летнего солнцестояния звучит как-то корявенько, правда? Наверное, это международный фестиваль. Если вы обратили внимание и где-то себя пометили, когда мы разбирали приставки, образующие, участвующие в словообразовании, была там одна такая чудесная приставка, inter. Которая как раз добавляет вот это значение между, международный, international. То есть один из самых больших фестивалей в мире, это международный фестиваль летнего солнцестояния, который проводится в Эдинбурге. Понятно? Идем дальше. Следующее задание. Преобразуйте, если это необходимо, слово attract, так, чтобы оно грамматически и лексически соответствовало содержанию текста. Минутка наша пошла, будьте внимательны. Не будем далее ждать. Так есть у нас уже один правильный вариант. Вернее, один и правильный. Верно. Правильным вариантом данного задания будет являться слово attraction. fashions. За главными буквами. Разбираемся. Разбираемся. О чем идет речь? О том, что все красоты, в принципе, Эдинбург радует тех людей, которые путешествуют пешком, и вообще путешествуют по нему лучше пешком, потому что большинство из его красот, из его привлекательности сосредоточены в очень маленьком, компактной площади центральной. То есть слово attract само по себе переводится как притягивать глагол. Соответственно, из глагола нам нужно сделать существительное attraction, привлекательность, и добавить к нему, так, где наш суффикс? Вот он. И добавить к нему с, это окончание множественного числа. То есть из всех вот привлекательностей, как бы из всех его красот. Вот он радует вот так вот. Добавляется суффикс ионг, глаголу. Образует существительное. Если вы себе вдруг не пометили, пометьте это сейчас. Довольно часто они встречаются практически в каждом задании. Итак, следующее задание. Преобразуйте, если это необходимо, слово culture так, чтобы оно грамматически и лексически соответствовало содержанию текста. То есть задание то же самое, у нас поменялось только слово. Жду от вас вариантов. Если есть какие-то вопросы, задавайте. Конечно, все верно. Правильным ответом в данном вопросе будет являться слово culture. Вот наш суффикс будет. Суффикс, образующий прилагательное. То есть слово culture само по себе переводится как культура. И речь идет о том, что вот эти улочки, как бы погруженные в историю и процветающие какое-то место. А если culture у нас переводится как культура, то, наверное, процветающее культурное место. То есть слово культурное у нас образуется прилагательное с помощью суффикса "-ал". Добавляется к существительному. Следующее задание. Оно же последнее, если мне не изменяет память. Задание формулировка остается та же самая, слово history. Поехали. Итак, верным ответом в данном задании будет слово historic. О чем идет речь? О том, что вся площадь вокруг этого города, то есть вся местность вокруг города имеет очень много каких-то городов и живописных деревенек. Так как слово history, я думаю, всем известно, что переводится как история, то, наверное, образовать прилагательное нам будет несложно. То есть исторический поможет нам в акцент суффикс "-ик", образующий прилагательное, добавляется он к существительному. History существительное, суффикс "-ик", прилагательное. И так у нас получается исторический, что в данном контексте верно. Если у вас нет вопросов, и вам все понятно, напишите мне, пожалуйста, плюсик, и я вас отпишу на небольшой технический перерыв, после чего мы продолжим. К сожалению, наше время вышло. Ваш вопрос про historic и historical я себе пометила. Ответ я вам обязательно дам. Буквально сегодня, через какое-то время, пока уходим на технический перерыв, скоро вернемся. Здравствуйте, дорогие слушатели, меня зовут Светлана, и мы продолжаем разбирать с вами задания ЕГЭ по английскому языку. Грамматика, раздел 3. Прочитайте приведенные ниже тексты. Преобразуйте, если необходимо, слова, напечатанные заглавными буквами в конце строк, обозначенных номерами B4, B10, так, чтобы они грамматически соответствовали содержанию текстов. Заполните пропуски полученными словами. Каждый пропуск соответствует отдельному заданию из группы B4, B10. Итак, наше первое задание. Преобразуйте, если это необходимо, слово person так, чтобы оно грамматически соответствовало содержанию текста. Итак, давайте дадим вам минутку на размышления. Ваши ответы я жду в чате. Что ж, наша минутка вышла. Давайте обратимся к переводу, чтобы понять, какое же слово нам необходимо. Джеймс всегда хотела быть медсестрой и помогать людям, которые в этом нуждаются. Итак, нам необходимо преобразовать слово person, человек, значит, в данном примере, но нам нужно множественное число, то есть люди, помогать людям. Persons мы не можем использовать, потому что это очень формально, например, в законах, ну и такому, прям неразговорному, скажем так, стилю. Здесь нет необходимости в этом. А потому нужно другое слово, тоже обозначающее людей. Соответственно, это слово people. Не особо логичное задание, на мой взгляд. Однако, вот таким ответом нас порадовали создатели ЕГЭ. Итак, следующее задание. Преобразуйте, если это необходимо, слово offer так, чтобы оно грамматически соответствовало содержанию текста. When she left school, she a job as a doctor's receptionist. Давайте подумаем. Итак, правильный ответ был уже получен от Александры. Но на всякий случай давайте быстренько пробежимся. Когда она закончила школу, ей предложили работу в качестве администратора в больнице. Предложили работу, пассивный залог, кусочек текста повествует о прошлом, а значит нам необходим. Past simple passive. Was offered. Мы пишем большими буквами, без пробелов. Переходим к следующему заданию. Преобразуйте, если это необходимо, слово not want так, чтобы оно грамматически соответствовало содержанию текста. Jane, to take the job. So she decided to talk to her friend Anne about what she should do. 60 секунд. Итак, Алена и Александра уже дали правильные ответы. Правильно применили past simple, потому что Jane не хотела принимать эту работу. Соответственно, нет длительности, нет сопоставления ни с каким другим действием. Значит, самый обычный, самый простой past simple. А соответственно, ответом будет didn't want. Пишем без сокращений. И переходим к следующему варианту. Преобразуйте, если это необходимо, слово think так, чтобы оно грамматически соответствовало содержанию текста. When Jane came to Anne's house and met her in the garden. Hello, Jane, you look so unhappy. What about? Минутка. Получили с вами несколько вариантов ответов, из которых есть два правильных. Итак, когда Jane пришла к Anne домой, Anne встретила ее в саду. Привет, Jane, ты выглядишь несчастной. О чем ты думаешь? Прямая речь. О чем ты думаешь? Действие происходит в момент речи и является длительным. Present continuous полностью подходит нам под описание. Потом мы пишем I thinking и переходим к следующему варианту. Преобразуйте, если это необходимо, слово explain так, чтобы оно грамматически соответствовало содержанию текста. While Jane, her problem, Anne's mother shouted to the girls to come over. Давайте подумаем, каким же ответом будет. Мы получили с вами три ответа, и все три ответа были верными. Вы правильно употребили past continuous, потому что пока Jane объясняла ее проблему, объясняла продолженное действие в прошлом, и кроме past continuous, здесь, собственно, ничего другого быть и не может. А поэтому мы пишем was explaining и радуемся, что мы все правильно написали. Итак, B9. Преобразуйте, если это необходимо, слово have так, чтобы оно грамматически соответствовало содержанию текста. She said that Anne's father an accident, and he was in hospital. Давайте решим, что же здесь будет правильным ответом. Мы получили первый вариант ответа, но я предлагаю вам подумать еще чуть-чуть, что это может быть, если не had. И переходим к нашему ответу. Что ж, она сказала, что отец N попал в аварию и находится в больнице. Два действия. Попал в аварию и находится в больнице. Он сначала попал в аварию, действие случилось раньше. Когда одно действие происходит раньше другого в прошлом, мы используем past perfect, а значит, ответом будет had, had. Большими буквами без трепела, что очень важно. И переходим к нашему последнему заданию. У нас на вот эту вот часть урока. Преобразуйте, если это необходимо, слово seed так, чтобы оно грамматически соответствовало содержанию текста. Давайте посмотрим, как нужно преобразовать слово seed. Мы получили всего один вариант ответа, однако это не мешает ему быть правильным. Давайте посмотрим перевод. Когда они прибыли, N была изумлена, увидев своего отца, сидящего на постели в хорошем настроении. Сидящего при части первого типа или же party simple one. Получаем ответ sitting. Что ж, сейчас у нас небольшой технический перерыв. Спасибо вам за ответы. Было очень приятно с вами работать. Здравствуйте, дорогие слушатели. Меня зовут Анжелика. Сейчас мы с вами разберем задание B2 из раздела чтения. Из ЕГЭ по английскому языку. Задание выглядит так. Установите соответствие между заголовками 1, 8 и текстами A, G. Занесите свои ответы в таблицу. Используйте каждую цифру только один раз. В задании один заголовок лишний. Здесь у нас общий вид задания. И давайте, чтобы приступить к выполнению заданий, сначала разберем наши заголовки. Итак, exotic pets. Экзотические животные. Going back in time. Возвращаться во время. Small screen addiction. Маленькая скрытая склонность. Body language. Язык жестов. Massive destruction. Крупное истребление. Buried treasure. Горящее сокровище. Reason for extinction. Причина вымирания. И последнее. Intelligent enemies. Понимающий противник. Или разумный противник. Итак, первый текст. The very large telescope is the world's largest telescope, but it's taking scientists further back to the Big Bang than there ever thought possible. In the other words, the BLT is a kind of a time machine, giving astronomers detailed view of the events that took place in the earliest days of cosmos. One day we will have a much clearer picture of how our planet was born. Итак, даю вам минутку на размышление. Ну что ж, у нас появился правильный ответ. И давайте, наверное, мы с вами разберем задание само. Правильный ответ у нас как раз будет. И в тексте нужно будет обратить внимание на фразы, которые будут являться как бы подсказками никеми. Это views of events that took place in the earliest days. И we will have a much clearer picture of how our planet was born. Текст B. The latest development in the debate among scientists about that killed the prehistoric dinosaurs is the suggestion that acid rains were the cause. Some geologists suggest that a large meteor hitting the Earth at 65 km per second would have led to strongly acid rain falling all over the world. This idea is fascinating, but it would mean that dinosaurs would all have died within a very short time. Минутка вам на размышление. Ответ под номером 5 не будет являться верным в этом задании. Подумайте, пожалуйста, еще. Ну что ж, давайте с вами разберем данный текст. Правильным ответом будет заголовок под номером 7. Reasons for extinction. То есть причина вымирания. И об этом нам говорится во фразах таких как That killed the prehistoric dinosaurs is the suggestion that acid rain was cause. Так. И последнее предложение. This idea was fascinating, but it wouldn't mean that dinosaurs would be all have died within a very short time. Причина вымирания. Итак. Следующий отрывок. In 1948, a British former discovered an interesting lump of metal while plaited his field. At first he thought the metal beads were parts of an old bed. Then more parts of old beds turned up, and the farmer took them to the local museum. But these beads are priceless, exclaimed the keeper of a museum. There are iron age javeli and coins. Over the next forty years, more and more items were found in the same field. Минутка на размышления. Извините, пожалуйста, это техническая неполадка. В следующий раз исправимся. Заголовки у нас остаются все те же. Сейчас я перелистну, и вы их увидите. Ну что ж, давайте вернемся к нашему тексту. Правильным ответом в данном тексте будет отрывок под номером шесть, то есть там, где buried treasures, то есть горящие металлы. И подсказками здесь будет служить lamp of metal while plaited his field. Давайте перейдем к следующему тексту. Рats may have had a habit of hard time over the years, but these days lots of people are forgetting about junior pigs and hamsters and are buying rats instead. The mystic rats aren't the same as the ones that run around rabbits' bins. They are actually quite cute, they are very intelligent and can't be trained like dogs. They come in different colors and a big bonus – they will eat everything. Посмотрите, пожалуйста, на текст. У нас здесь снова заголовки другие. Я сейчас вам включу наши заголовки. Так, вот наши заголовки. Посмотрите, пожалуйста. Правильный ответ у нас поступил уже. Что ж, тогда не будем задерживаться и разберем наш текст. Правильным ответом, конечно же, будет под номером один – это экзотические животные, о чем нам говорят фразы в тексте, такие как Доместик rats aren't the same as the ones that run around rubbish' buns. They are actually quite cute. И they come in different colors and big bonus – they will eat anything. Переходим к следующему заданию. In Western cultures, people look each other in the eye during a conversation to show interest and trust. But in many ASEAN countries, it's true to look people in the eye, especially a superior such as a teacher. One of the most basic and powerful signals is that a person crossed his or her arms across the chest. This can indicate that a person is putting up an unconscious barrier between themselves and ours. Минутку на размышление, и пока идет минутка, я напомню вам о наших заголовках. Первое, как мы помним, это экзотические животные. Далее возвращаться во времени, затем маленькая скрытая склонность, язык жестов, крупное истребление, шестое – горящие сокровища, затем причина вымирания и понимающий противник. Ну что ж, правильный ответ у нас поступил. Это, конечно же, ответ под номером четыре – язык жестов. Фразы, которые будут нам служить помощью при нахождении правильного ответа, являются очевидными. Передем дальше. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok И тем временем у нас уже поступил правильный ответ Ну что ж, правильный ответ как раз у нас является под номером пять Это крупное истребление И фразой вспомогательной будет служить предложение Далее According to scientists, Americans watch more TV on average than any other nationality In fact, many people, particularly children, сид for 35 hours or more per week glued to the box That's wrong with watching all that TV Studies have linked it to everything from obesity to aggression in children Not to mention that it puts your mind into a sort of sedate state Минутка вам на размышления Ну что ж, нам поступил правильный ответ Это заголовок под номером три И в тексте фразы, которые наталкивают нас на правильный ответ Сид for 45 hours of more per week To everything from obesity to aggression and cause depression and anger Ну что ж, на сегодня все Большое спасибо за внимание Вы были самыми лучшими слушателями На сегодня наше занятие подошло к концу Чтобы быть в курсе актуального расписания занятий на cbeg.ru Пожалуйста, вступайте в нашу группу ВКонтакте vk.com.sbeg.ru Также советуем подписаться на почтовую рассылку Это можно сделать на главной странице cbeg.ru Чтобы поддержать проект, расскажите о нем своим друзьям, одноклассникам Проще всего это сделать с помощью баннера сверху Пожалуйста, помогите проекту, нажмите кнопку поделиться И разместите информационное сообщение о нашем проекте на своей страничке ВКонтакте Чтобы проект оставался бесплатным И мы смогли подключить новых преподавателей Нам нужна ваша информационная поддержка До скорой встречи! До свидания!